Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня очередной ролик с показом покупок, сделанных на барахолке, блошинном рынке и секонд-хендах Германии. Сделаем небольшую паузу с разбором коробки с бижутерией в 4,5 кг. Продолжение будет на следующей неделе. А сейчас мы с вами посмотрим кое-какие другие покупки. Друзья, попросила сына привезти мне очередную коробку со склада и, как всегда, для меня это тоже был сюрприз, потому что многие покупки забываются со временем. Пока отмывала все, приводила в порядок, чтобы сделать показ и вспоминала, когда же и где же я это нашла. Вот такой вот красивый стакан. Может кто-то помнит, я уже не помню, был ли он в ролике. По-моему, был момент, когда я нашла его. И, по-моему, это было на барахолке с коробками. Такой вот чудесненький. Я не знаю, если это подходящее слово, но мне так нравится. Такой красивый стакан. Вот сейчас сразу я его помыла и отправится он ко мне в кухонный шкафчик для использования. Вместе со стаканчиками с гусями. Вот они примерно одного типа, только здесь донышко такое красивое, ребристое. И те были французские с гусями, а этот итальянский товарищ затесался в компанию к французам. Написано здесь Италия и еще, по-моему, название фирмы. Но этого я не вижу, какое там слово написано. Вот видите название в одном из ребрышек, в одном из завитки вот этого цветка на дне. В Италии, думаю, видно. А вот здесь, что за слово написано, название фирмы я не вижу. Красивые полевые цветы. Деколь. Очень приятная. Такой вот весенний, несмотря на то, что у нас за окном зима, зимушка-зима. Такой вот красивый весенний-летний стаканчик. Очень даже приятно выпить из него сока или воды. Дальше, раз уж мы начали стекло показывать, вот такой вот флакон стеклянный из голубого стекла. Такой тяжелый. Очень красивый. Тоже нашла я его, по-моему, в коробках. Или в секонд-хенде, который относится к той же линии продаж. В общем-то, у них секонд-хенд есть. И обычный секонд-хенд, где вещи стоят и на полках, и у них есть еще секонд-хенд с коробками, где все вещи свалены в коробке. Вот это нижняя часть шкатулки. Здесь даже есть гравировка цветка с двух сторон. Это шкатулка, да? Да, это шкатулка. И вот такая вот верхняя часть. Тоже очень красивая. Очень часто такие флаконы бывают с отбитыми краями, частями. Но этот целенький, насколько я его осмотрела. Вот такой вот классный парфюмерный набор. Обычно это бывает. Подносик, такая шкатулка. Флакон для духов. С такой, с грушей. И что еще бывает? Ну и бывает иногда флакон для духов. Тоже с притертой крышечкой. В таких парфюмерных наборах. Но вот здесь была одна шкатулка. Я уже не помню, были остальные части, но они были разбиты. Или был только один этот флакон. Но в любом случае, такую замечательную вещь я забрала. Я уже сказала, да, к большому сожалению, на плашиных рынках такие флаконы встречаются часто, но с отбитыми разными частями тела. Так, дальше. Вот такая вот тарелочка. Красивая фарфоровая тарелочка. С магнолией цветущей. Я думаю. Очень известной немецкой фирмы. Krautheim. Какая-то интересная серия. Называется Blossoms of Spring. Цветение весны. Я так перевожу. Франкония. Не знаю, это, наверное, серия. Наверное, это часть сервиза. Такая вот тарелочка. Такое блюдечко. Наверное, был такой красивый сервиз. Ну, вот одну такую тарелочку я забрала на рынке. Хотя, несмотря на то, что здесь, видите, есть небольшие недостатки, но я думаю, что все равно красота. Красота, она преобладает, несмотря на небольшие недостатки. Здесь какие-то пятнышки. Захотелось мне такую тарелочку все-таки спасти из этих коробок. Дальше. Что тут у нас? Вот такая пепельница керамическая. Тоже бы такая мне понравилась своей необычностью. Такая тяжеленькая она. Не знаю, старая или нет. Наверное, годов 70-х. Тогда керамика была в моде 70-е, 80-е. Это сейчас. Последнее время люди как-то охладели. Но я должна сказать, что все равно последние года, даже год, наверное, где-то я замечаю опять возросший интерес керамики, особенно в Америке. У нас-то в Европе как-то еще не очень. Ну, американцы любят керамику, любят европейскую керамику. Вот такая вот керамика. Пепельница без опознавательных знаков. То есть, на какой фирме она выпущена, неизвестно. Красивый подсолнух в середине. Блестящая, керамическая. И еще один представитель керамики. Это декоративная форма для выпечки. Потому что я не думаю, что в ней на самом деле можно что-то выпечь. Больно уж она не глубокая. Но может быть, это форма для пудинга или для желе. Кстати, можно попробовать как-нибудь сделать желе в ней. И если у меня получится, если этот рельеф на ней отразится, на готовом на готовом пудинге или желе, я вам покажу. Вот ее можно подвесить подвесить на стену для декора эту форму. И вот для этой цели, видите, кто-то сюда прицепил ленточку. Я думаю, что она висела у кого-то на кухне для декора. Но, опять же, я говорю, такой декор сейчас уже не в моде. Поэтому такие вещи попадают на блошинные рынки. Дальше. Вот такой вот Дональд Дак. Я думаю, что это товарищ Микки Мауса. Я так предполагаю. И как раз вот из тех самых первых мультиков начала 20-го века, когда Микки Маус появился, самый первый Микки Маус, который не похож на современного Микки Мауса. Мне кажется, что это вот прямо вот с тех времен. только вот я не знаю, керамика это на самом деле первой половины 20-го века этот утенок или это уже просто стилизация под старого героя мультиков. с одной стороны, мне кажется, что да, что он на самом деле старенький, но с другой стороны, я, конечно же, в этом не уверена. Опять же, никакой фирмы нет. Сравнить с каким-то каталогом клеем, керамики или фарфора невозможно. И я не такой знаток, можно сказать, вообще не знаток и не специалист, чтобы вот так вот определить. Мне кажется, да, почувствую, чувствую, что этот утенок старенький, но сколько ему лет, точно сказать не смогу. Но очень хорошенькая такая фигурочка, просто прелесть. Поставим на подоконник, пусть пока стоит. Дальше чашечка, просто фарфоровая чашечка. Я, по-моему, ее взяла так из коробки в надежде найти еще блюдце и десертную тарелку, но так они мне видно и не попались, потому что в этой коробке, которую мне сын принес, блюдце и тарелку я не нашла. Это деколь. Такой красивый узор идет еще внутри чашки. Сама чашка тоже похожа на бутон цветка. Ручка красивая. Здесь есть небольшое пятнышко внутри, я его пыталась отмыть, но это предполагаю, что это все-таки такой заводской недостаток какой-то такая чашечка. Опять же фирма, видите, что-то тут пытались видно изобразить, но так и не смогли. Красивая чашечка, чайная, кофейная, но она такая большая довольно-таки. И еще одна одиночная чашечка, здесь уже есть фирма Валендорф, я думаю, многие уже узнали форму этой чашки, форму ручки, она типичная для изделий этой фирмы. Чашечка, думаю, годов семидесятых по цветовой гамме. Опять же здесь, хоть это похоже на ручную роспись, но это деколь. Вообще ручная роспись встречается не так часто, как бы нам хотелось видеть ее на чашках и на других предметах. Чаще всего это, конечно же, деколь, хотя она может выглядеть прямо как настоящая ручная роспись и даже видны мазки, как бы, да, но это просто такая красивая, объемная, качественная деколь. Вот, камерами показывают этот зеленый ободок чуть темнее, чем он есть на самом деле, он такого красивого оливкового цвета, вот сейчас на свет видно очень хорошо цвет, а вот так видите, выглядит темнее. Такая симпатичная чашечка, тоже она одна. Дальше в коробках с находками лежал вот такой вот, как все называется лопатка, хотел сказать совочек, нет, это лопатка, лопатка для торта, пирожных, я взяла ее для нашего кафе, потому что она такая легенькая и форма очень удобная, я просто знаю, что такая форма мне подойдет для таких больших широких кусочков, у меня есть несколько лопаток в кафе, но они какие-то более узкие, а вот такой лопаточки мне как раз не хватало, это мне кажется алюминий, хотя видите, выглядит почти как серебро, здесь написано название какой-то фирмы, Valde, я думаю, что это изделия еще времен ГДР, вот, в общем-то, ничего особенного, но эта вещь как пригодится в хозяйстве, так, дальше, что еще у меня тут приготовлено, еще есть у меня вот такие две новых деревянных доски, тоже найденные мной на барахолке или в секонхенте, они, видите, новенькие, просто деревянные досочки, у нас есть домики, которые мы сдаем отдыхающим, и там вечно не хватает досочек для того, чтобы что-то порезать гостям и так далее, чтобы они этого не делали на столе, конечно же, в каждом домике есть доски, ну, вот такие доски на замену старым или на восполнение недостающих я как раз и купила, хорошее натурпродукт, настоящее дерево, да, дальше, что вам сейчас хочу показать, вот такое вот украшение интерьерное, нашла я как-то в коробке, по-моему, даже был это в моем ролике, это такая вот клетка, конечно же, это не клетка для настоящих птиц, это декоративная клеточка, которая просто так подвешивается, в нее можно поставить или свечку какую-то безопасную, или вот здесь есть, в ней уже была, точнее, закреплена гирлянда с безопасным светом, светом, сейчас я покажу, где тут, где тут, где тут, вот тут, если до нее добраться, можно включить, можно включить, но одной рукой это сделать не очень удобно, вот, можно включить лампочку, сейчас я свет выключу, покажу, как это выглядит, вот так вот это выглядит, и я так думаю, что бывшая владелица этой клеточки вот украсила ее вот этой вот искусственной зеленью, так, эти звуки, это у меня собака пьет воду здесь на кухне, и украсила она также ее вот этими бабочками на прищепках, а я уже посадила сюда внутрь одну из синичек, которые я тоже нашла на барахолке, вот видите, там сидит синичка, но я думаю, так как эта птичка не настоящая, то ничего страшного, что она посидит в клетке, вот, а вторая синичка у меня сидит здесь, видите, на орхидее, так что вот такая вот декоративная штучка была куплена мной на барахолке, по-моему, очень симпатичная, весной поставлю или подвешу на террасу на улицу, это чайное трио было куплено мной уже на блошином рынке, по-моему, в сентябре прошлого года я его купила, вместе с другим трио, которое я тоже сейчас вам покажу, два трио купила я одной женщины, по-моему, продавала на свои вещи, потому что я не припомню, чтобы она была постоянным продавцом на рынке, очень красивая, трио нежная, кстати, вот этот вот ободочек по краю, он не золотой, а он такого цвета коричневато-оливкового, я думаю, вам сейчас это видно, очень красивая ручка и замечательный рельеф идет в виде сеточки по чашке в трех местах, нет, в двух, нет, в трех, или в двух, нет, с каждой стороны ручки, то есть в двух местах, небольшие букетики из розочек, каких-то желтеньких цветочков и синеньких, и, кстати, внутри чашки тоже есть три маленьких букетика, посуда с такими мелкими букетиками выглядит особо нежной, я считаю, чашка сама тоже очень красивая форма, легкая такая, здесь есть небольшая точка от обжига внутри, это не грязь, вот, фирма это Bremer & Schmidt из города Айзенберга, видите, корону, скрещенные две палки каких-то или это сабли и буквы Б, С и Е, Б, Бреймер, С, Шмидт и Е, это название, ой, первая буква от названия города, где находилась эта фирма, и вот такие вот прелестные тарелочки, блюдца с таким же рельефом, как на чашке, все повторяется, букетики, это деколь и красивая, красивая оторочка, хотел сказать, ободочки, красивая отделка, декор, вот таким вот коричневато-оливковым цветом, уже сделанные рукой декоратора, так что можно сказать, что это наполовину ручная роспись, и тарелка для десерта, десертная тарелка, ну такой, знаете, довольно легкий, не скажу, что прям легчайший, да, ну такой тонкий, тонкий фарфор, очень приятный, и красивый, это где-то 50-е годы, может быть, даже чуть раньше, может быть, конец 40-х, здесь нет надписи сделано в ГДР, поэтому, не знаю, может быть, чуть раньше 50-х сделано, сделано это трио, хорошо сохранилось, видно, в одной семье, не передавалось продавцам, то есть, женщина вынесла из дома, стояла в серванте, вещь, и хорошо сохранилась, и еще одно трио, вот, такое, красивое, золотое, с цировкой по краю, но здесь, смотрите, какой интересный эффект, то ли эти вещи хранились в разных местах, то ли, не знаю, что на них повлияло, но, видите, на блюдце, вот это золото, оно осталось желтоватым, а на десертной тарелке и на чашке оно слегка покраснело, или от использования, или от неправильного хранения, или от времени, ну, вот такой вот эффект получился, а вообще, общее состояние очень хорошее и очень красивое, трио, легчайшая чашечка с великолепной ручкой, цвет отопленого молока, гирлянда из роз, блюдце, тоже повторяющийся узор, очень роскошно выглядит, такая вот каемочка неровная и гирлянды, опять же, и десертная тарелка, но на десертной тарелке чуть-чуть по ободку, вот здесь вот есть сход по золоте, с одной стороны, чуть-чуть, видите, побелевшие краешки, но они как бы не портят общий вид, но это незаметно, так как это идет прям по самому-по самому краешку, и опять те же гирлянды из роз, легкий такой фарфор, замечательный, такое вот трио, ну, вот это было, наверное, последние предметы на сегодня, надеюсь, что вам понравился мой показ, если вам понравилось мое видео, буду рада вашему лайку, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой второй канал о моей жизни, Оля Life Germany, ссылка под этим видео в описании, желаю всем счастья, хорошего настроения и здоровья, и огромное спасибо вам всем за ваши добрые слова в комментариях, которые вы мне пишете за ваши пожелания, огромное всем спасибо, и до новых встреч в моих роликах, пока-пока, до новых встреч в港, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»